Я еду на graduation. Прошло, не верится даже, два учебных года, понятно, что это не два полных года, то есть четыре семестра, три семестра учебных и один семестр стаж. Вот мы сейчас закончили стаж буквально в конце прошлого месяца, получили все рекомендательные письма от нашего работодателя, у которых мы делали, каждый делал у своего, у разных групп, у нас группа небольшая. Вот, и все, получили оценки и нас пригласили, посмотрим. Колледж очень маленький у нас такой, вот здесь колледжи есть разные, есть такие попроще, ну, победнее, не хочу сказать, что бедный колледж просто не может себя содержать. Ну, просто вот колледж как бы попроще, колледж по наворочению, у нас обычный колледж, ничего навороченного, вот, и буквально с прошлого года они только начали делать не просто graduation, graduation был всегда, то есть вручение этих дипломов, как на украинском называется уручиста частына. Уручиста частына была всегда, а сейчас они еще сделали такой, как фуршет после угощения легкие, значит, после этого, с прошлого года они ввели такое новшество. Денег, наверное, больше стало. Плюс у нас еще достроили новый кампус. Я извиняюсь, я все время что-то жую в своих видео, но просто я как-то хотела освежить дыхание в 7 часов вечера после своего лошадиного дня. Мне нужно было как-то освежить свое дыхание, так я вот это с жвачкой активно ее массивно жую. Вот. Несмотря на то, что в 7 часов вечера, такое движение, как будто бы в 8 утра. Ну, где вы куда все? И откуда? Не все же наградеют. Вот. Ну, в общем, одним словом, будет это проходить в новом кампусе, в котором я еще не была. Я еще даже надеюсь, что я там все найду быстро. Ну, там как бы не запутано, то есть я знаю, в какое здание идти, но я не знаю, куда там входить, чего, где этот зал. Знаю, что он в шестом этаже. Тоже так приятно, шестой этаж, потому что до этого наш колледж составлял всего лишь 4 этажа. Сейчас уже приятно на шестой этаж, значит, уже больше стали. Вот. Все мне сегодня обзванивали, ну что, идешь, потому что есть некоторые, кто не идет, некоторые далеко живут, некоторые как-то разъехались уже. Каждый какой-то своей жизнью, поэтому некоторых не будет. Людей мне все звонили, ну что, увидимся, ну что, увидимся. Потому что за время стажа, пока мы делали, мы не виделись, естественно, не пересекались никак в колледже. То есть мы виделись, в принципе, грубо говоря, получается, последний раз после зимнего семестра. То есть зимой, в январе мы последний раз все виделись. Вот. Нет, вру, в феврале. В феврале у нас все это дело было. Ну вот. На самом деле я уже почти приехала. Колледж находится относительно близко к дому. Там ехать до него 15 минут. Вот. Сейчас вот я уже выйду здесь на главную улицу. И посмотрю. Дождь, конечно, он не то чтобы сильный там не град, но даже не знаю, как я сейчас буду идти. Где я припаркую машину. Потому что парковки, вот раньше вот место, стоянка, где была, на это место теперь построили вот этот новый кампус вместо стоянки. Стоянки теперь нету. То есть как бы в этом новом кампусе есть подземная стоянка, но она рассчитана только, как нам сказали, на преподавателей. Поэтому вы на нее сильно студенты не рассчитываете. Я говорю, прекрасно. Сказала я себе. Так. Это можно объехать здесь. Тихо. Вот. Так. Я везде смотрю, потому что здесь такой трафик серьезный. Так. У меня телефонный звонок. Мы уже в Канаде третий год. Вот. Что я учила, многие меня спрашивают. Я уже как бы рассказывала, по-моему, в каком-то видео. Я учила программу International Trade. Все говорят, а что это такое? Кратко говоря, это бизнес. Международный бизнес. Учат делать международный бизнес. Очень интересно. Как бы они это учат для того, чтобы работать потом разными клерками в офисах государственных по типу. Мы можем работать брокерами разными. Ну, например, в таможне, в Канаде, в брокерских компаниях, которые делают ввоз товаров разнообразных и вывоз в Канаду из Канады. Вот. Ну, это так, в общих чертах. Еще есть очень большой кусок, которому уделяется время и учебное, и вообще на что ставился такой упор, это на логистику. Поэтому все, что связано с логистикой, всякие фирмы фрейдфорвардов, они тоже, как сказать, очень смотрят на таких людей, как мы. Но в чем проблема? Эта программа была открыта запросом Министерства образования два года назад. Почему? Потому что люди, которые заканчивают этот кур, этот факультет, как бы, они, получается, уходят в свой бизнес. Потому что их учат, как это делать. Их учат, как делать бизнес. Люди уходят в бизнес, а, как бы, работать никого не остается. И есть проблема. Ну, есть место. Я знала, что нужно сделать кружок. Вот. И проблема в том, что люди идут в свой бизнес, а, как бы, а кто будет работать, как говорится. Вот. А работать некому. Поэтому открыли еще раз программу. Я уже вижу, как бы, часть наших ребят, которые со мной учились, уже, как бы, тоже думают про свой бизнес. Двое уже в бизнесе. Один мальчик, правда, нашел работу в большой фирме перевозок. То, что, вот, как есть UPS. Еще какая-то, вот, значит, она как-то пенальпин, как-то так называется. Тоже международная большая компания. И очень многие ребята ушли. Есть кто-то, кто идет в брокерские компании. Куда иду я, спросите вы? Ну, я тоже думаю про бизнес. Вот. Но так как у меня сейчас пока маленький ребенок, и большого такого нету прессухи, чтобы идти работать, то я буду пока что думать про какой-то бизнес из дома. Тем более у нас сейчас пока переезд туда-сюда. Так, сейчас я зонтик свой подберу здесь. Ой, детский зонтик. Вот. Ну, как он выглядит хоть. Ой, буду смешна. Он будет в цвет моей кофточки. Видите, детским зонтиком пойду. Вот. Ну, в общем, одним словом, ребятки, я пошла. Что смогу снять с нему, покажу вам, поделюсь. Пока. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...